Привет всем! Давайте начнем сегодняшнюю тему. Если есть какие-то проблемы, говорите. Сегодняшняя тема углы и треугольники. Коротко повторим. Первое, что надо повторить, это смежные углы. Смежные углы, это когда у нас есть два угла, но они смежные. То есть в сумме составляет 180. То есть угол ACB и угол ACD смежный. Они в сумме составляют 180 градусов. Потом насчет параллельных линий, думаю, вы хорошо знаете. Равнобедренный треугольник. Это будет ISIS less triangles. Равнобедренный. Равнобедренный треугольник. Это ISIS less triangle. Триангл. Это определение. Сонно. Потом боковая линия. И боковая сторона. Это, давайте на рисунке вам покажу, боковая. Это именно вот эти стороны. Это в равнобедренном треугольнике, они боковые стороны. Еще у нас есть средняя линия. Средняя линия, это midline на английском. Мы так называем среднюю линию. Линия, которая соединяет середины двух сторон. Скажем, сторона A, сторона B, середины. И они соединены. И у нас получается средняя линия. Это все определения. Некоторые из них вы должны знать, чтобы решать и понимать вопросы. Основание. Основание. Это будет base. То, что мы знаем как base. Основание это boy. Base. Это термин, который мы будем использовать в следующих лапах. Еще есть несколько терминов. Если не дописали, у вас есть где-то 30 секунд. Допишите. Переходим потом на следующие термины. Следующие термины у нас равносторонний треугольник. Односторонний треугольник. Это будет equilateral triangle. Теорема Пифагора. Думаю, вы и так хорошо знаете теорему Пифагора. Когда у нас есть ABC, мы можем сказать A в квадрате плюс B в квадрате равен C в квадрате. После у нас есть подобие треугольников. Подобие треугольников. Similarity. Если. Ну, в основном у нас получается подобие angle, angle, angle. То есть, если у нас есть два треугольника, скажем, ABC и второй треугольник KLM. И угол A равен угол K, угол B равен угол L и угол S равен угол M. Тогда мы говорим треугольник ABC подобен треугольнику KLM. И отсюда получаем следующие пропорции AB деленное на KL равен BC деленное на LM и AC деленное на KM. Это один из самых популярных видов подобия. Запомните, в основном выходят такие. Насчет других можете еще посмотреть. Что такое бисектриса? Это байсектор. Бисектриса. Это байсектор. Энгл байсектор. Энгл байсектор. У вас есть несколько минут, написать это. Точнее, примерно одна минута. Следующее. Неравенство треугольника. Неравенство сторон треугольника. Если у нас есть треугольник ABC, то можно сказать так. А минус B, абсолют модуль, is less than C. То есть абсолютная величина разности А и B, то есть А минус B, меньше чем C. А C у нас меньше, чем их сумма. Если это неравенство удовлетворяется, тогда ABC у нас в стороны треугольника. И последнее. Насчет одной. Очень известного треугольника, прямоугольного треугольника с углами 30 и 60. Тогда у нас напротив 30, если стоит некоторая сторона длиной Х, так что напротив 60 будет у нас Х, умноженное в корне 3, и напротив 90 будет 2Х. Это очень популярный треугольник. Много проблем у вас не должно быть. Это, можно сказать, и формула. Надо просто запомнить и использовать при решении вопросов. Ну ладно, переходим к решению вопросов, как сюда. Сперва дам некоторое время, а потом будем решать. Хлеблый вопрос, время пошел. Давайте посмотрим на ваши ответы. Жду ваших ответов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Равен 180. Отсюда можно найти, альфа у нас равен 60, плюс 180, деленное на 2. Это будет 120. Бета будет тогда 60. Нам надо найти наибольший из углов. Тогда наш ответ будет 120. Правильно, ответ D. Переходим на следующий вопрос. Время пошло. Время пошло. Время пошло. Время пошло. Время пошло. Время пошло. ответов у нас вроде нет решаем вопрос тогда параллельная линия как всегда параллельные линии нам очень помогают чтобы хороший хорошо анализировать вопрос здесь а теперь сделаем так смежный угол для 5x будет 180 минус 5x из параллельности можно сказать 180 минус 5x приходит и сюда 2x тоже приходит именно сюда тогда их сумма будет равняться 3x 180 минус 5x плюс 2x равняется что не 180 а 3x после этого можно сказать 180 у нас равняется 6x и x у нас будет 30 правильный ответ а переходим на следующий вопрос используйте параллельные линии они они вам очень очень понадобится снова время пошло и 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 правильный ответ 115 или b просто смотрим на углы чертим какой-то некоторые вспомогательные линии это фундаментальные способы решения геометрических вопросов ладно переходим на следующий вопрос и снова время пошло следующий вопрос Снова говорю, ответ Смотрите, будьте внимательны Параллельные линии Снова нам понадобится Так как У нас есть параллельные линии То угол ABC будет равняться Смежному углу FED То есть именно вот этому углу Поэтому здесь тоже будет 4X Минус 10 Отсюда находим Их сумма будет 180 То есть X плюс 10 Плюс 4X Минус 10 Будет 180 После этого находим У нас 5X Равен 180 Отсюда X равен 36 Правильный ответ В В основном использовали только фундаментальные вещи Поэтому никаких проблем Не должно быть Если есть проблемы Решайте побольше таких примеров В школьных книгах Таких примеров у нас много Переходим на следующий вопрос И время пошло Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снова говорю... Ответ Смотрите и проверяйте Здесь Если начертите параллельные линии И посмотрите на углы То поймете следующее Сумма 30 Плюс 54 Плюс 2X Будет равняться 3X Плюс 3X Посмотрите Начертите Посмотрите на параллельные линии Что они вам дают И это легко вам покажет Следующее равенство После этого Находим 50 Здесь 84 Там у нас 4X Это будет X равен 21 X у нас равен 21 А нам надо найти Именно X Поэтому Правильный ответ G 21 Переходим на Следующий вопрос И снова Время Пошло Здесь есть Тема Пропорциональность Это мы Прошли В предыдущих уроках Если не знаете Будем вспоминать Закончить Закончить contamento Закончить Время Пропорциональность Закончить ладно говорю ответ смотрите здесь у нас есть треугольник и углы этого треугольника пропорциональны 8 13 и 15 то есть если у нас есть угол альфа и он пропорциональным 8 бета пропорционален 13 и 15 скажем третий угол фи у нас пропорционален 15 и они все равны то есть равны некоторому к отсюда находим альфа у нас равен 8 к бета у нас равен 13 к фи у нас равен 15 к их сумма будет составлять 36 к что равняется что должно равняться 180 отсюда находим к у нас равен 5 обратно к место на свое место чтобы найти углы и находим следующие углы альфа у нас будет 40 бета у нас будет 65 и фи у нас будет 75 поэтому правильный ответ у нас г вспомнили или нет оставляю это вам пропорциональность важная тема и вот так они может быть и геометрии поэтому будьте внимательны повторяйте и решать побольше вопросов переходим на следующий вопрос и время пошло проверяем у нас есть равнобедрный треугольник и средняя линия геометрии это у нас боковые стороны равны а а средняя линия она скажем равняется 4 тогда основание будет равняться 8 так как средняя линия два раза меньше основания после этого здесь а еще нам дается что средняя линия параллельно основанию то есть бейзу основание это бейз поэтому именно сюда он должен быть параллелен отсюда находим что у нас основание равняется 8 так как он два раза больше средней линии после этого у нас еще есть что периметр равен 30 то есть 2а плюс 8 равен 30 отсюда находим а равен 11 и нам надо найти именно боковую сторону то есть а это а у нас боковые стороны поэтому правильный ответ будет в переходим на следующий вопрос и и время пошло проверяем чтобы решить этот вопрос можно во многих случаях сказать насчет двух методов первые это будем просто обозначать углы альфа бета а потом решать а второй смотрите при условии нам дается что а б равен а с и равен а д то есть если посмотреть на а как на центр окружности с радиусу а б тогда эта окружность будет проходить через д и с и будет смотреться примерно так а из окружности из свойств окружности можно сказать следующее угол си би ди будет два раза меньше чем си эйди так как а у нас центр поэтому если здесь будет 25 тогда x будет у нас иди это один из самых-самых легких способов следующий способ насчет если мы скажем здесь альфа и альфа тогда этот угол будет равняться просто альфа плюс 25 после чего можно сказать что x у нас равен 50 почему мы можем сказать что x равен 50 так как угол b и d сумма этих углов будет равняться сумма углов а и с три гониках а с е и б е д это был второй способ но первый способ легче просто смотрим как на окружность и решаем переходим на следующий вопрос и время пошло вопрос легкий так что сразу проверяем говорится у нас а б параллельен с и д то есть а б параллельен с и д поэтому если продолжить этот угол то есть сторону а с за а получится что угол у ай перейдет именно сюда после этого смотрим на четыре гоник е а эйч и эф в этом четыре гоника можно сказать следующее икс плюс 90 плюс 90 это все внутри внутренние углы и плюс 180 минус у y будет равняться 360 сумма внутренних углов 4 гоника е а эйч эф отсюда находим эйч минус игрек равен нулю если упростите числа получится именно это отсюда находим x равен игрек то есть икс равен игрек правильный ответ будет г икс у нас равняется игреку переходим на следующий вопрос нам надо найти угол fbc время пошло проверяем получается у нас следующее сперва смотрим на треугольник е эйч си там у нас две углы мы знаем надо найти 3 3 3 можно само собой сказать что 25 плюс 90 плюс 3 угол альфа скажем этот угол альфа будет именно 180 сумма всех углов после этого находим альфа у нас равен 65 потом смотрим на треугольник эйби си там у нас снова теперь альфа мы знаем 35 знаем надо найти именно угол который мы ищем скажем x тогда у нас будет 35 плюс 65 плюс x равен 180 оттуда находим x равен 80 правильный ответ будет именно а x равен 80 переходим на следующий вопрос почему равна площадь равностороннего треугольника Продолжение следует... 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 Проверяем. Смотрите на прямоугольный треугольник PMS. Используя формулу, можно сказать, что PM равен 8. После этого сделаем так. 17 в квадрате у нас будет равняться, по теориям Пифагория, 8 в квадрате плюс 6 плюс х в квадрате. Потом находим величины, и можно сказать, что величины у нас будет равняться следующему. 17 в квадрате у нас равняется 289, а 8 в квадрате будет 64, плюс здесь будет снова 6 плюс х в квадрате. После этого сокращение, упрощение дают нам 225 равен 6 плюс х в квадрате. 225 у нас будет просто 15 в квадрате, поэтому 15 будет равняться 6 плюс х. Отсюда находим х равен 9, поэтому х будет равняться 9, правильный ответ V. И переходим на следующий вопрос. В целом, здесь мы использовали следующую формулу, после чего, если мы знаем Пифагор, то ответ будет очень-очень ясен. И очень даже легкий будет вопрос. Следующий вопрос. Время пошло. Продолжение следует... Вопрос легкий. Проверяем. У нас есть равнобедренный треугольник. Isisless triangle. С боковыми сторонами скажем А, Б и А, С. 5, 5. А БС у нас равен 8. Надо найти площадь. Снова нам нужна высота, height. А height у нас, так как это будет равнобедренный, Isisless, делить пополам. 4, 4. И здесь я снова использую следующую формулу. 3х, 4х, 5х. Тогда у нас будет х равен 1, здесь я буду именно 3. Отсюда находим... Мы уже знаем высоту, поэтому находим сразу площадь. 3 умноженное на 8, деленное на 2, дает нам 12. Правильно? Ответ будет D. Как видите, следующая формула уже нам помогла прям в трех вопросах. Поэтому используйте его и запомните. Оно вам очень понадобится. Это в основном одно и то же, что и теорема Фиагора. Но не всегда, конечно, срабатывает. Во многих случаях будет срабатывать. Переходим на следующий вопрос. И время пошло. Переходим на следующий вопрос. Снова у нас пропорциональность. Проверяем. У нас есть некоторый прямоугольный, треугольник. Скажем, здесь я буду 90. Катеты. Это будут боковые стороны. А гипотенуза именно... Мы знаем, что это гипотенуза. Это хайпотенуз, как мы говорим на английском. А катеты будут именно боковые стороны прямоугольника. Гипотенуза. Говорит они в соотношении 3 и 3 на 4. То есть, если одна из них 3х, вторая 4х. А гипотенуза 15. Тогда снова используем следующую формулу. Здесь я 3х, здесь я 4х. Тогда здесь я должно быть 5х. То есть, здесь я должно быть 5х. Отсюда находим. х равен 3. И теперь надо найти просто площадь. Площадь у нас... Эта сторона будет 9. Эта сторона будет 12. Тогда площадь будет 9, умноженная на 12, деленная на 2. То есть, 54. Правильный ответ В. Снова наша формула нам помогла. Думаю, вам надо серьезно запомнить эту формулу. В общем, вопрос был легкий. Если используете формулу. Поэтому переходим на следующий вопрос. И время пошло. Продолжение следует... Чтобы решить этот вопрос, надо, как всегда, использовать формулу. Самый легкий способ. Напротив 90 будет стоять 2х. Напротив 30 будет стоять х. А напротив 60 будет стоять х, умноженное на 3 и в квадрате. Корень в квадрате. Теперь. Здесь я могу сказать следующее. Х у нас равен 10. После этого нам нужно найти площадь. Тогда х у нас 10. Тогда эта сторона будет 10. А эта сторона будет равняться просто 10, умноженное на 3 в корне. После этого находим площадь. Площадь будет 10, умноженное на 10, умноженное на 3 в корне, деленное на 2. Это будет S. То есть, площадь. И будет равняться 50 и 3 в корне. Правильный ответ будет V. Как всегда, вопрос легкий. Если, конечно, знаете свойства треугольника с углами 30, 60 и 90. Переходим на следующий вопрос. Вопрос из темы подобия, similarity. Это вам подсказка. Давайте посмотрим. Время пошло. Время пошло. При решении вопросов из подобия, similarity, очень понадобится следующий вопрос. В этом вопросе сперва используем снова нашу формулу. 3x, здесь 4x, тогда гипотоноза будет 5x, то есть видите, 3 умноженное на 2, 4 умноженное на 2, тогда будет 5 умноженное на 2, то есть 10 будет. После этого пишем эти три игольника по отдельности. Первая у нас ABC и сторону 8, 6, 10. Потом ACD. Снова углы у нас равны, поэтому они подобны. А стороны? Здесь я 10, здесь я х, здесь я у. Вот теперь пишем наши соотношения, так как они подобны. Находим следующее. 8, деленное на 10, равен 6, деленное на х, и 10, деленное на у. Отсюда находим. х, равен 6, умноженное на 10, деленное на 8. И у равен у нас 10, умноженное на 10, деленное на 8. Умножаем, так как нам надо найти их умножение. И находим. х, умноженное на у, будет 6, умноженное на 10, в третьей степени, а снизу 8, во второй степени. После этого, если сделаем некоторые сокращения, тогда у нас будет здесь 125, умноженное на 6, снизу снова 8. После сокращения будет именно 375, деленное на 4. Правильный ответ. Б. Тема, ла, подобие. Следующий внутриигольник использовали. A, B, C, E, A, C, D. Подобие увидеть легко, после чего можно быстренько решить. И здесь я тоже использую нашу формулу, которую я записал в углу. Ладно, переходим на следующий вопрос. И время пошло. Следующий вопрос. Вопрос легкий. Давайте быстренько проверим. Снова у нас равнобедренный треугольник. Isisless triangle. И основание равен AC. Третий угол будет B. И найдите бисектрису BD. Это у нас бисектриса. Это у нас равнобедренный треугольник. То есть бисектриса будет и высотой, и медианой. После этого AC равен 16. Тогда AD будет 8. Здесь A будет 8. AB и BC равен 10. Снова используем нашу формулу. 3х, 4х, 5х. И если посмотрите, найдете BD будет 6. Вот теперь нам надо найти бисектрису. А бисектриса у нас BD. То есть она равен 6. И правильно ответ будет G6. Переходим на следующий вопрос. Время пошло. Это наш последний вопрос. Давайте закончим его. Продолжение следует... И вопрос, где надо использовать неравенство треугольника. То есть, у нас есть три стороны. Скажем, одну из них A, вторые 5 и 9. Нам надо, чтобы A была минимальной. Поэтому используем неравенство треугольника. Здесь A5-9. Модули будет меньше, чем A. А A будет меньше, чем их сумма. 5 плюс 9. Здесь A находим 4. Меньше, чем A. А здесь A будет 14. Поэтому минимальное A может быть только 5. 4 оно не может быть. Поэтому наименьшее значение будет 5. Правильный ответ B. На этом сегодняшний урок закончен. Хорошего вам вечера. До следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok